Тивирп, друзья! 25 ноября на Кинопоиск HD состоялась премьера серии Маднюша. Зрители в недоумении и задаются множеством вопросов. Куда делись привычные круглые 2D-герои? Что стряслось с Нюшей? Почему она сменила имя, форму и живет теперь в городе, а не в Ромашковой долине? Теперь что? Смешарики всегда будут только такими. А как же те наши любимые в 2D? Из детства? Ох... Конечно, выход Маднюши вызвал очень много вопросов, и на большую часть из них мы постараемся ответить в настоящем видеоролике. Да и в целом расскажем более подробно об этом новом проекте Рики. Да, это именно что новый масштабный проект, а не просто одна специальная серия. Но перед тем, как перейти к теме видео, мы хотим обрадовать зрителей нашего канала одной потрясающей новостью. Мы решили провести среди подписчиков свой первый конкурс, победители которого получат самые настоящие призы со смешариками. Ночник-проектор с барашем. Мягкая игрушка ежика. Яблочные чипсы прямиком из Ромашковой долины, засушенные ежиком. Огромный пакет с изображениями круглых героев. Весь этот набор подарков от смешариков отправится победителю нашего конкурса. Так о чем же конкурс? Задача участника – написать историю о том, какое место проект смешарики занимает в его жизни, как он повлиял на его жизнь. Возможно, смешарики как-то изменили ваше мировоззрение. Возможно, определили, чем вы хотите заниматься в будущем. Может быть, помогли пережить самые трудные моменты. Напишите об этом. Все ваши истории прочитает команда канала Кузинатра и определит из них самую лучшую и самую интересную. Свои истории присылайте по адресу электронной почты и в Телеграм с пометкой «Конкурс». Реквизиты вы видите на экране, а также найдете их в описании. Кроме того, можете писать свои истории в комментариях под этим видео с обязательной пометкой «Конкурс». Работы на конкурс можно направлять до 31 декабря включительно. В первых числах января мы почитаем все ваши истории, оценим их и выберем победителя. А 3 или 4 января проведем стрим, на котором и объявим результаты конкурса. Не стесняйтесь и участвуйте. Задавайте вопросы, если вам что-то непонятно, а мы переходим к основной теме видео. Для начала успокоим всех ценителей классики. Привычные нам смешарики в 2D никуда не денутся и продолжат выходить в привычном режиме с 9 декабря. В ближайший четверг ожидается премьера серии «Зимняя сказка» по сценарию Татьяны Беловой. Маднюша же это новый, имеющий опосредованное отношение к смешарикам мультсериал. Примерно такое же, как например «Малышарики» или «Кроши панда». Впервые о нем стало известно еще летом, когда сведения о неком мультфильме «Нюша-маднюша» появились в реестре удостоверений национального фильма «Министерство культуры». В качестве сценаристов проекта было указано три ранее никогда не работавших над смешариками автора – Олег Курочкин, Алексей Смолянников и Александр Назаренко. 18 октября серия появилась в списке серий нового 2D сезона на Кинопоиске. Дата выхода была анонсирована на 18 ноября. 24 октября дата премьеры была перенесена на 25 ноября. 5 ноября официальный канал смешариков в ТикТок оставил комментарий под клипом блогера Ани Покров с предложением записать коллаборацию. Было ли это спонтанным решением СММщика смешариков или давно спланированная инсценировка – неизвестно. Но, как вы уже знаете, работа над Маднюшей велась как минимум с лета. 11 ноября в ТикТок опубликовано видео с записи песни про Маднюшу в студии смешариков. Первые фрагменты из песни размещены в ТикТок-аккаунте Ани Покров 16 ноября. 17 ноября выложены на YouTube. В тот же день на просторах сети был обнаружен постер Маднюши. 22 ноября вышел трейлер серии, а 25 числа состоялась премьера самого эпизода. Главную героиню озвучила голос Нюши Светлана Письмиченко. Режиссерами эпизода выступили известные нам Алексей Горбунов и Андрей Бахурин. В остальном же над новым сериалом работала команда, незадействованная в работе над смешариками. И даже любимых нам вездесущих композиторов Сергея Васильева и Марину Ланду в этот раз не стали привлекать к написанию музыки для нового проекта Рики. По словам создателей Маднюша, спин-офф ориентированный прежде всего на девочек-подростков. Главная героиня сериала — альтернативная версия Нюши, живущая в уютном европейском городке. В «Подругах Маднюши» по сериалу воплощены образы героинь разных эпох. К примеру, персонаж Симпатяши — это переосмысление 70-х годов, пышная укладка, переливающиеся золотом украшения, роликовые коньки. В то время как Милаша — королева гламура, хип-хоп-дива, образ которой навеян американскими рэп-исполнительницами. А крошка — одна большая отсылка на Билли Айлиш. О проекте «Маднюша» высказалась продюсер «Смешариков» Юлия Николаева. «Нам очень хотелось подарить Нюше героине основного проекта — новую жизнь, где много блесток, красивых нарядов, модных танцев, городских приключений и веселья. Каждая современная девочка найдет что-то для себя. В этом новом мире появилась Маднюша. Мы сохранили узнаваемый характер и голос героини, что так ценят ее поклонники. Эта альтернативная вселенная поможет нам раскрыть новые грани образа, которых так много, что они заслуживают отдельного спин-оффа. Так что не переживайте за «Смешариков». В полюбившемся нам формате они как выходили, так и будут выходить. Просто авторы теперь решились на эксперименты и будут делать отдельные спин-оффы для каждого героя круглой девятки. Сначала был Крош, теперь Нюша. А кто следующий? Зрители «Смешариков» очень ждут спин-офф про Каркарыча, ведь про бурную молодость ворона можно снять сериал с множеством интересных эпизодов. Так, подписчики паблика «Экстремальный рашин фэндом» фосмешарики предлагают снять сериал про Карыча с вайбом приключенческих романов 19 века про экзотические страны. Высказывались ими идеи и про киберпанк-сериал, посвященный приключениям Биби. Так что, создатели, прислушайтесь. Может быть, на этих идеях такой сериал забацайте, что им потом Netflix заинтересуется. А на этом все. Пишите в комментариях ваши отзывы о Маднюше. Подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики на канале. Не забывайте участвовать в конкурсе. Регистрируйтесь на форуме и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!